По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров чистого спирта в год на душу населения ведет к необратимому угасанию этноса. Душевое потребление алкоголя в России 15-18 литров в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, с 1992 года население России сократилось более чем на 6 миллионов человек, с учетом миграционного притока. Без учета миграции эта цифра значительно выше. Вы знаете, насколько это тяжелая и острая проблема, крайне острая проблема для нашей страны в особенности. Если говорить откровенно, алкоголизм приобрел в нашей стране характер национального бедствия. Конечно, алкоголь самым пагубным образом сказывается и на воспитании детей. О каком вообще воспитании здесь идет речь? Конечно, никакого там воспитания нет. Я уже не говорю о том, что пьянство является причиной распада тысяч, десятков, сотен тысяч, наверное, в нашей стране семей. 30 декабря 2009 года Владимиром Владимировичем Путином была подписана концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, предусматривающая снижение уровня душевого потребления алкоголя в стране до 8 и менее литров в год. Уровень смертности у нас еще очень высок, особенно среди мужчин среднего возраста. Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу такое, безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здоровья. Только курение, мы знаем об этом с вами хорошо и много раз уже повторяем, только курение алкоголицам, наркомания преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно. 23 сентября 2010 года Владимир Путин подписывает концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы. Данные концепции заложили позитивные основы для реализации государственной политики сбережения народа, оздоровления российского общества, развития его духовной и культурной жизни, решения демографических проблем и предусматривают активное привлечение общественных организаций для решения указанных задач. В 2010 году инициативной группой граждан была образована Московская областная общественная организация поддержки президентских инициатив «Общее дело». Уже в 2012 году организация получила статус общероссийской. В настоящий момент «Общее дело» имеет официально зарегистрированное отделение в 47 регионах России. Цель общественной организации «Общее дело» – рассказать широкой общественности всем и каждому, правду. Что же на самом деле такое спиртное и сигареты? Каковы реальные последствия их употребления? Вдохновить россиян остановить это добровольное безумие, когда люди уничтожают сами себя за собственные же деньги и вернутся к настоящим многовековым традициям трезвости, которые всегда существовали в России до сравнительно недавнего времени. Основным направлением деятельности организации является работа в области профилактики употребления алкоголя и табака, в первую очередь в молодежной среде и популяризация здорового образа жизни. Активисты «Общее дело» проводят интерактивные программы в образовательных учреждениях для педагогов и учащихся, в государственных и муниципальных учреждениях, для государственных служащих, сотрудников полиции и МЧС. Цель таких программ – изменение стереотипа мышления по отношению к алкоголю и табаку в пользу понимания того, что употребление алкоголя и табака несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой жизнью, как на уровне отдельно взятой личности, семьи, так и обществу в целом. За 2012 год общественной организацией «Общее дело» в Московской области и Москве проведено более 200 интерактивных программ в образовательных учреждениях, в отделениях полиции, МЧС, а также в воинских частях, с последующим распространением среди слушателей видеоматериалов проекта «Общее дело». На интерактивных программах, посвященных здоровому образу жизни и профилактике употребления алкоголя и табака, в общей сложности присутствовало около 15 тысяч человек, было распространено 35 тысяч дисков с видеоматериалами проекта. На дорогах Московской области при участии глав районов были размещены 50 придорожных счетов социальной рекламы, посвященных профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. Любой человек, кто неравнодушен к судьбе нашей страны, кто хотел бы видеть Россию великой и процветающей, может стать участником общего дела, просто распространяя правдивую информацию в кругу друзей, в семье, в коллективе, среди соседей и знакомых. Только все вместе, сообща, мы сможем остановить деградацию нашего общества и гибель нашей страны. Общее дело объединяет все здоровые силы российского социума, независимо от национальности, вероисповедания и культурных традиций. Ваша трезвая активная жизненная позиция спасет не только вашу собственную судьбу, но и судьбы и жизни многих наших соотечественников. Никому, кроме нас, с вами, сильная и здоровая Россия не нужна. Присоединяйтесь!